Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» с заботой о каждом. «Ямагучи» События огня. Вот некоторые темы выпуска. Подвижки грунта продолжаются. В Сергея Поле работают комиссии по оценке ущерба. Открыта горячая линия. На пострадавших от оползней участках трассы введено реверсивное движение. Как ситуацию прокомментировал глава города. Бил стекла у машин, а потом телом подпер автобус. Что стало причиной странных поступков мужчины на улице Виноградной. Об этом и не только расскажем в сводке ЧП. В Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды. Подъезд к коттеджам в селе Сергей Поле, где 5 октября произошел сход оползня из-за продолжительных дождей восстановлен. А на Мамайском перевале, где из-за подвижки грунта было повреждено дорожное полотно, снова введено реверсивное движение. Оползневая ситуация окончательно не стабилизировалась. На дороге ниже пострадавшего участка появляются новые продольные трещины. Оползневые процессы зафиксированы еще на двух участках. На выезде из Дагомыса и в районе Лао. Через проектные организации проводим сегодня обследование и получение результатов геологии, для того, чтобы выработать технические решения по инженерной защите этих участков дорог. Если ситуация будет усугубляться, естественно, ограничение движения будет. Мы будем вводить ограничения однозначно уже для тяжеловесных и негабаритных грузов. А в селе Сергей Поле оползень стал причиной разрушения двух построек и смещения целого коттеджного поселка. 20 домов сдвинулись на несколько десятков метров. Вот что рассказал один из очевидцев. Вот там, где сыпется гора, вот тут, вот там стояли эти дома. Они проехали больше двухсот метров вниз. И вон они там уже скучковались все и стоят. То есть вот на этом месте ничего не было. Жителям пострадавших домов предложили разместиться в пункте временного размещения. Для выплаты компенсации предстоит оценить ущерб. Этим займутся специальные комиссии. Пока на место схода оползня в селе Сергей Поле никого не пускают. Чтобы посторонние граждане в зону ЧС не попадали, исключение фактов возможного мародёрства. С этой цели у нас с сегодняшнего утра выставлены два патруля непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации, которые контролируют вход и выход туда граждан. По факту произошедшего прокуратурой города проводится проверка. Сложившуюся на курорте ситуацию взял под личный контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он по видеосвязи общался с мэром Сочи. Если вы ситуацию держите под контролем и уверены в том, что сегодня вы быстро справитесь с последствиями, в том числе этих оползней, то, конечно, это самое главное. Глава города подчеркнул, что из-за чрезвычайной ситуации нужно сделать выводы и принять оперативные решения. Для устранения оползневых последствий в Сергейполе и на трех участках федеральной трассы введены режимы локальных ЧАЭС. И вот последняя информация. В Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского заработала горячая линия для семей, попавших в зону бедствия. Она работает с 8 часов утра до 22 часов. Жители поселка могут задать волнующие их вопросы или получить консультации. А в Сергейполе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Всю ночь спасатели, специалисты дорожных, коммунальных служб и ресурсоснабжающие организации работали в сложных условиях при продолжающихся подвижках грунта. Мэр города прокомментировал ситуацию. Сегодня самая главная задача – это обязательно оказать содействие всем жителям, кто здесь находится. Здесь 22 дома. В этих домах жить категорически запрещено. Сейчас, слава богу, что у нас ни гибели, ни травматизма, человеческих жертв нет. Это основная потребность. На вчерашний момент было вывезти транспортные средства, которые здесь находились. В 2 часа ночи пробили дорогу, заново восстановили ее. И все автомобильные средства, которые находились, и имущество, которое крупное, было вывезено. Сегодня в домах остается еще также средства и имущество жителей. И каждый из них сделал опись, что нужно вывезти. И уже потихоньку вместе с ними вывозится это все в пункт временного нахождения с описью, с охраной всех этих элементов. И завтра вечером здесь уже не будет ни одного жителя, потому что находиться здесь опасно. Специалисты говорят, что язык оползня еще продолжает двигаться. Когда оно становится, никто не знает. Самое главное, что сегодня осадков нет. И до ближайшей четверо суток тоже осадков не ожидается. Сейчас проводятся правоохранительным блоком города и назорным блоком города все мероприятия следственные, которые уже скажут о том, что здесь законно. Либо есть какие-то мероприятия, которые вызывают вопросы к застройщикам, тем, кто организовал здесь этот коттеджный поселок. Главная задача для нас это обеспечить жизнь людям, сделать комфортно им. У нас для этого есть санаторий, который находится буквально в километре отсюда. Есть люди, которые туда переехали. Но есть люди, у которых есть родственники, либо другое имущество на территории города. Они переехали туда, со всех взяты все необходимые документы. Ну и плюс еще есть несколько семей, которые проживают в северной части нашей страны, которые физически здесь не находятся. Но прислали по генеральной доверенности людей, которые могут зайти в домовладение вместе со спасателями и это все имущество вывезти уже в пункт, где это все будет храниться. И дальше жители, все пострадавшие переходят в юридическую плоскость для оказания помощи. В городе действует чрезвычайная ситуация по этому объекту, которая дает возможность быстро, оперативно выделять необходимые денежные средства. И мы уже будем понимать, в какой форме компенсационной оказывается действие людям. Параллельно с этим все предприятия города, которые находятся на этой территории, они выделили необходимое количество техники, сил, средств, людей для того, чтобы оказать содействие. Вы сегодня видели, что каждой семье оказано сугубое внимание. Сделали специально под этот участок в Сергея Поля свой штаб, в котором люди приходят, пишут заявления, проговаривают с ними. Юридическая помощь. Два человека обратились за психологической помощью. В целом ситуация находится под контролем. Сегодня губернатор Краснодарского края Венианович Кондратьев уделяет этому особое внимание. Несколько раз в день я ему сам докладываю по этой ситуации. Ну и самое главное, увидеть, что вся команда города, все коллеги, кто занимается в этом вопросе, находятся здесь. И никто не остался стоять в стороне. Пришло время традиционной сводки от регионального оперштаба по противодействию коронавирусу. За последние сутки на Кубани COVID-19 заболели 40 детей. Но всего диагноз подтвердился еще у 218 жителей края. И вот как выглядит ситуация распространения опасной инфекции в целом по муниципалитетам. В Тимошевском районе заболел 41 житель. В Краснодаре 38 новых случаев COVID-19. В Сочи – 32. В Исилковском районе – 12. В Армавире, Туапсинском и Кущевском районах по 10 положительных тестов в каждом. В других муниципалитетах – наименьшие показатели. За все время пандемии на Кубани коронавирусом заразились более 75 тысяч человек. Количество выздоровевших преодолело отметку 54,5 тысячи. На искусственной вентиляции легких находится 98 пациентов. Несмотря на все усилия врачей, 6415 жителей края спасти не удалось. К другим темам. Ранее судимый 45-летний местный таксист может отправиться за решетку на 5 лет. Такой срок ему грозит за то, что во время работы он обнаружил на заднем сидении автомобиля мобильный телефон, который решил оставить себе. Сумма ущерба от его действий составила 65 тысяч рублей. Злоумышленника оперативно задержали, похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Теперь подозреваемый под подпиской о невыезде ждет решения суда. О других происшествиях расскажем далее. Днем 5 октября весьма странный поступок совершил один из пешеходов на остановке «Спортивная» в центре Сочи. Мужчина вышел на проезжую часть и подпер собственным телом автобус 92-го маршрута. Из-за этого транспорт не мог тронуться с места и собрал за собой большую пробку. Никакие уговоры на мужчину не действовали. Позже к нему стали подходить водители из автомобилей, стоящих в пробке. Совместными усилиями им удалось заставить пешехода вернуться на тротуар. В одном из супермаркетов в Адлерском районе Сочи, воспользовавшись очередью на кассу, некая девушка совершила кражу. Она сделала вид, что хочет оплатить алкоголь и ждет своей очереди. Но после коротких раздумий злоумышленница покинула магазин, не оплатив товар, и скрылась в неизвестном направлении. На трассе Джубга-Сочи камера видеорегистратора автомобиля зафиксировала дорожный инцидент. Перед идущим впереди минивэном на дорогу со склона внезапно вылетел огромный валун. Каменная глыба пролетела буквально в метре перед идущим микроавтобусом, водитель которого продолжил путь. Это не все, о чем мы хотели рассказать. Смотрите во второй части программы. Они понимают детей лучше всех. В Сочи проходит всероссийский конкурс «Воспитатель года-2021». В каких детсадах участники пройдут конкурсные испытания? Увековечили имя адмирала. Адлерскому маяку присвоено имя Анатолия Комарицына. О заслугах героя и непростой истории объекта в нашем репортаже. Полоса неудач команды Андрея Назарова продолжается, что стало причиной поражения «Леопардов» в хоккейном матче с Салаватом Юлаевым. Далее блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Маяк. Колбаса печеная на дровах. За 369,90. Держи курс на Маяк. Адлер Гастелло 42. В санатории требуются плотники, официанты, кухонные рабочие, уборщицы, электромонтер, повара. Телефон 8-988-150-1023. Вы сами создаете свой стильный домашний компактный фитнес-зал. Виброплатформа, фитнес-ленты, слэмбол, грибной тренажер, петли для функционального тренинга, боксерский мешок, велотренажер, беговая дорожка, массажное кресло. Фитнес-зал «Ямогучий». Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Сочи принимает финальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2021». Он собрал педагогов со всей страны, тех, кто ранее выиграл городские и региональные этапы. Церемония открытия состоялась в Зимнем театре. В региональных этапах приняли участие более 40 тысяч воспитателей. И только 83 педагога получили право побороться за победу в финале. Конкурс проводится уже больше 10 лет. Его учредителями выступили Министерство просвещения России и общероссийский профсоюз образования. «Мы ищем лучшие методики обучения, лучшие практики. Мы должны их тиражировать на всю страну, чтобы любые воспитатели, педагоги пользовались ими и приносили пользу для наших детей». Заключительный этап конкурса проводится в Краснодарском крае не случайно. Ведь в прошлом году лучшей стала кубанский педагог Анастасия Быстрюкова, воспитатель детского сада номер 41 из Тимошевска. На этот раз она напутствовала участниц конкурса, который пройдет на нескольких сочинских площадках. «Участникам предстоит показать свой педагогический опыт, методический опыт, методы работы с детьми. И наши сочинские сады готовы для того, чтобы предоставить площадки для конкурсных испытаний». Впереди у участниц три дня профессиональных состязаний. Конкурсными площадками стала гимназия номер один и 10 детских садов-курорта. Еще три городских учреждения готовы показать свою работу и поделиться опытом с воспитателями страны. «Поддержка детской инициативы. То есть мы должны слушать и слышать ребенка. И занимать позицию на приоритетных началах. То есть мы равноправленные партнеры с ребенком». В первом туре воспитателям нужно было рассказать жюри о своих педагогических находках, а также о практических занятиях с детьми. В итоге будут отобраны 15 специалистов, которые и поборются за главный приз конкурса. Накануне на планете отметили День учителя. Глава Сочи Алексей Копайгородский наградил за труд педагогов и воспитателей курорта. Свой профессиональный праздник отметили больше 6,5 тысяч сочинских педагогов. Кто-то из них работает в детских садах, кто-то в школах и лицеях, кто-то в учреждениях дополнительного образования. Накануне праздника глава города встретился с 35 преподавателями. «Мы награждаем лучших из лучших. Это учителя, которые подготовили стубальников по итогам 2020-2021 учебного года. Их у нас 11. Это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования. Молодая поросль педагогическая, которые победили в конкурсах профессиональных». Обращаясь к педагогам, мэр отметил, что у них крайне непростая работа, но при этом очень важная для развития курорта. А вот что по этому поводу нам рассказал директор 13-й школы Владимир Сидоркин. «Это не только человек, который может ему дать какие-то предметные знания. Но это тонкий психолог, человек, который может всегда выслушать, понять, посоветовать. То есть это еще и друг, и родитель, и наставник. Учитель – это очень емкое понятие». Только в этом году, 1 сентября, в сочинские школы пошло на 5000 детей больше, чем в 2020-м. И власти оказывают педагогам поддержку. Разрабатываются новые формы социальной помощи, строятся новые школы и детские сады. Создаются условия для привлечения дополнительных кадров в сочинскую отрасль образования. «Среднестатистическая загрузка на учителя, она, безусловно, возрастает. Поэтому и задача – состретиться новых объектов, привлечение других учителей. Есть большое количество программ, и главная задача, чтобы у учителя, который вновь прибыл в наш город, были все условия для того, чтобы можно было преподавать». Глава города вручил собравшимся благодарственные письма, после чего в неформальной обстановке поговорил с педагогами о развитии курорта. Поздравления в адрес педагогов с их профессиональным праздником прозвучали и от депутата Государственной Думы Константина Затулина. За год этой пандемии самый нечувствительный из нас, детей и взрослых, убедился, насколько незаменимо общение с учителем. Ваш пример, ваше слово, ваше дело навсегда остаются в памяти каждого учащегося поколения. И, закончив школу, пройдя через студенческие годы, мы на каждом жизненном повороте каждый раз задаем себе вопрос. А что бы по этому поводу сказал мой учитель? Как бы он отнесся к тому, что я сделал, или тоже к тому, что я подумал? Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте благополучны. Мы в долгу перед вами, а долг платежом красим. С праздником, с уважением, ваш депутат Государственной Думы Константин Затулина. В Сочи участились случаи выхода медведей к людям. Косолапых то и дело видят возле трасс, рядом с домами в поселках. Они стали частыми гостями в туристических лагерях. В связи с чем это происходит и как вести себя при встрече с медведем? В студии программа подробно рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по охране окружающей среды и экологической безопасности Сочинского национального парка Ривас Пруидзе. И вот фрагмент интервью. Я бы рекомендовал всем в первую очередь одевать яркую одежду. Почему? Потому что многие начинают одевать камуфляж, их не видно. Даже если потом какие-то не будут необходимые примениматься меры по розыску, тоже сложно найти. Ходить обязательно по более открытым пространствам. Почему? Потому что любой хищник, он всегда затаивается. Затаивается где-нибудь в кустах, прячется. И как только сокращается дистанция, начинает нападать. Поэтому, когда вы будете ходить на открытых площадках, по возможности, конечно, на открытых площадках, уже минимизируется возможность такой ситуации. При этом громко разговаривая. Желательно быть не одному, допустим, там двое-трое переговариваются. Можно взять приемничек, включить, чтобы музыка там играла. Для чего? Создается фактор беспокойства, шумовой. Любой дикий зверь, он сторонится человека. Если он заранее услышит приближение человека, то, естественно, он будет ретироваться, спрячется где-то в кустах, во враге. Нельзя подходить к диким животным на близкое расстояние. Как я уже сказал, у медведя уникальная особенность. Он не выражает своих эмоций совершенно. Вам кажется, что он позволит себя погладить там и нормально, но у него моментально вот так вот, оп, и все, его перемкнуло, и он уже, у него фактор агрессии, и он пошел вперед на нападение. Поэтому не подходить, особенно если это раненое животное. В первую очередь, если раненое животное, потому что она чувствует угрозу, она боится и уже идет на нападение. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем сайте sochi24.tv. Ну а наш информационный выпуск продолжает хорошие новости с Еленой Рябой, которая уже готова ими делиться. Всем здравствуйте! С вами рубрика «Хорошие новости» и ее ведущая Елена Рябая. Сегодня вы узнаете, какое имя присвоено Адлерскому маяку и почему. Какие вопросы обсуждают на форуме профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Еще мы расскажем, какое издание выпустила сочинская епархия. Вас также ожидает традиционная рубрика «Спорт для детей». И в ней сегодня расскажем об Ушу-Таулу. Не обойдется без подробностей о хоккейном матче Сочи-Салават-Улаев. Но наберитесь терпения, друзья, обо всем по порядку. Адлерскому маяку присвоено имя адмирала Анатолия Комарицына. Это сделано ли увековечение памяти советского и российского военачальника, который руководил главным управлением навигации и океанографиями наобороны России, Национальным океанографическим комитетом, был членом межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и президентом Русского географического общества. Церемония прошла при участии заместителя главнокомандующего военно-морским флотом страны вице-адмирала Владимира Касатонова, ветеранов ВМФ и моряков Черноморского флота. Присутствовала и вдова адмирала Комарицына. Трудно переоценить вклад, который внес адмирал в развитие военно-морского флота, картографии военно-морского флота Российской Федерации. Ну а для нас, для города Сочи, это очень, как я скажу, даже почетно. По большому счету маяк, который просто назывался многие-многие годы адлерским маяком, теперь будет носить имя столь заслуженного адмирала. Была открыта памятная доска в честь присвоения маяку 80-го района гидрографической службы Черноморского флота. Именно таково его официальное название – имени адмирала Комарицына. Первый маяк на этом месте появился в сентябре 1898 года, и тогда его называли «Константиновский шведский огонь». Нынешнее сооружение гораздо более поздней постройки, а светит маяк на расстоянии 13 морских миль. Подробную информацию о маяке и об адмирале Комарицыне, имя которого он теперь носит, вскоре все желающие смогут прочитать с помощью QR-кода. Его разместят на Адлерской набережной. В Сочи издан первый номер журнала «Ортодоксия. Вестник сочинской епархии». Его торжественно презентовали накануне в историческом здании морского вокзала. На мероприятии присутствовали представители духовенства, депутатского корпуса, научной и педагогической общественности. Собравшихся от имени мэра Сочи Алексея Копайгородского поприветствовала заместитель главы Сочи Галина Москалёва. Это очень важный в своем времени просветительский проект, который даст возможность читателя получить ответы на многие вопросы. Журнал имеет четыре рубрики «Церковь, вера, человек, мир». В первом выпуске читатели могут познакомиться с интервью епископа Сочинского и Туапсинского Германа, узнать историю Кафедрального собора святого равноапостольного князя Владимира, прочесть размышления Ирея Дмитрия Просяника. Ответ на вопрос, почему выбор пал на формат печатного издания, дал епископ Сочинский и Туапсинский Герман, он же и главный редактор издания. Мне известно, что есть огромное количество людей, которые хотели бы, насытившись мультимедийным форматом получения информации, хотели бы, чтобы все-таки в руках держать хорошее, качественное и по сути, и по формату, и по содержанию самое главное издание. Издание будет выходить четыре раза в год тиражом около тысячи экземпляров. Его главная задача – рассказать жителям и гостям у Черноморского побережья о позиции Русской Православной Церкви по вопросам церковной жизни, православной вере, культуре и искусстве. Вестник Сочинской епархии будет распространяться в приходах в высших и средних учебных заведениях Краснодарского края, кадетских корпусах и военных училищах. Последующие номера планируется выпускать в электронном виде на сайте епархии. Как сделать парки привлекательными для гостей, а отдых в них комфортным и безопасным? Эту и другие темы в Сочи обсуждают участники форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха. Он стартовал на курорте уже в 30-й раз. В этот раз в форуме принимают участие представители 49 городов России и ближнего зарубежья. В их числе владельцы и руководители парков культуры и отдыха, аквапарков, передвижных аттракционных комплексов, крытых развлекательных центров, представители краевых, областных и городских администраций, ведущие российские и зарубежные производители аттракционной техники, контролирующие экспертные организации. Вообще, это самое крупное корпоративное мероприятие отрасли, на котором проводят итоги прошедшего сезона и намечают планы развития. Это форум профессионалов индустрии развлечений, туризма, отдыха. Форум проводится здесь в городе у нас уже начиная с 91-го года. И эта площадка такая не только для обмена опытом между профессионалами, но также, я думаю, что площадка для поиска новых друзей, единомышленников. Добавлю, что форум проходит в Сочи уже 30 лет. Изначально, как говорят организаторы, он создавался для того, чтобы обсуждать тему безопасности парковых аттракционов. Сегодня представители отрасли поднимают самые разные вопросы. В программе не только дискуссии, круглые столы и тематические секции, но и экскурсии. Так участники форума посетили парк Ривьера. За последнее время там произошли масштабные изменения. Реконструирован зелёный театр, отреставрированы памятники, установлены новые скамейки и урны, убраны нестанционарные объекты торговли. Благоустройство, как отмечает генеральный директор, проводится с сохранением исторического наследия парка. Когда мы обратились в фонд кинематографии и выбрали оттуда фильмы с участием нашей Ривьеры, мы обнаружили, что лавочки в нашем парке были с золотой патиной, белого цвета и с небольшой рейкой. Мы сделали их праздничными, такими же. Современный парк не должен стоять на месте. Он должен развиваться с сохранением своего исторического кода. Также участники форума посетят тематический парк развлечений в Сириусе. А 9 октября пройдёт церемония награждения победителей международного смотра конкурса «Хрустальное колесо». Какой вид спорта выбрать ребёнку, если ему нравятся черепашки-ниндзя, кунг-фу-панда или фильмы с Джеки Чаном? Таких, конечно, много, но лучше всего подойдёт Ушу. Это пригладное боевое искусство, насчитывает 100 стилей. Самое известное – кунг-фу. Но сегодня речь пойдёт о другом виде – таулу, которым занимается в спортивной школе Олимпийского резерва номер 2. Подробно об этом Андрей Ипатов расскажет в нашей традиционной рубрике «Спорт для детей». Это один из видов оружия, копьё, по-китайски называется циан. Кроме копья циан, есть ещё сабля дау, прямой меч цзянь и широкая сабля нань дау. Всё это – атрибуты Ушу таулу. То есть это одно из самых древних видов единоборств и применялось для службы в армии в Китае. То есть это до 1960 года в вооружении Китая были ещё мечи. И то есть это настолько прикладная техника, как у нас в России самбо и рукопашный бой в Китае – это Ушу. Также есть парные выступления и выступления без оружия. Сразу нужно сказать, что серьёзных травм получить невозможно. Это незакалённая сталь и, соответственно, она не режет. То есть она полностью не заточена вообще. Но металл достаточно тонкий, поэтому можно, допустим, слегка себе поцарапать, если попасть по себе при скоростных вращениях. Во всех отделениях Сочи Ушу занимаются 120 человек. Под руководством Павла Макарова около 60 учеников. Недавно они вернулись со спартакиады молодёжи в Анапе, добавив медалей в свою копилку наград. Я выиграла на России также второе место. Ой, первое место. А сейчас на спартакиаде второе. Кому-то Ушу может показаться несерьёзным видом спорта. Как может быть восточное единоборство без самого факта противостояния и контакта? Глеба Бурдова это волнует мало. Он просто занимается любимым делом. В наше время Ушу это не такой популярный вид спорта, и многие люди его не понимают. То есть, когда я вот сегодня пришёл в школу и сказал о том, что вот я выиграл два вторых места на спартакиаде по Ушу, многие скривили лица и вообще не поняли, о чём я начали как-то шутить. Но я уже не обращаю на это внимания, потому что мне нравится этот вид спорта, мне нравится, чем я занимаюсь, и мало меня волнует мнение других людей. Заниматься Ушу можно с четырёх лет. Перспективные ребята попадают на бюджетные места. Для этого нужно пройти специальный тест. Также можно заниматься платно и также, пройдя испытания, попасть на бесплатное обучение. Ушу, как вид спорта, развивает пластичность, гибкость, укрепляет вестибулярный аппарат. Как философия, учит уважению к старшим быть хорошим примером для младших и не использовать свои навыки тогда, когда в этом нет нужды. Более подробную информацию о секции для своего ребёнка вы можете получить в Сочинской спортивной школе Олимпийского резерва номер 2. Андрей Ипатов, Дмитрий Петри. Время новостей. Сочинские воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник» прошли отбор и попали в состав сборной России. Ребята будут участвовать на чемпионате мира по боксу. Соревнования World Box пройдут с 22 по 24 октября в Одинцово. О других заметных событиях в мире спорта расскажем далее. Сочинец Вячеслав Яркин вызван на сборы для подготовки к соревнованиям по тяжёлой атлетике. Вячеслав будет рассмотрен как один из основных претендентов для участия в чемпионате мира 2021. Состязания пройдут в декабре этого года в Ташкенте. Стоит отметить, что Вячеслав одержал победу на чемпионате России весовой категории до 81 килограмма. А также в феврале установил рекорды России среди мужчин в толчке и в сумме двоеборья. На данный момент спортсмен тренируется в Адлер-курорте. В Сочи отделение горнолыжного спорта готовится к предстоящему зимнему сезону. Под руководством тренера Станислава Кожихова спортсмены отрабатывают навыки с помощью велосипедов и синхронных ритмичных прыжков. Напомним, что в спортивной школе номер 14 есть подготовка под таким видом спорта, как сноуборд, керлинг, биатлон, фигурное катание на коньках, фристайл и лыжные гонки. От учреждений игроки выступают на различных чемпионатах России и спартакиадах школьников. На курорте прошел чемпионат и первенство города Сочи под Хэхвандо. В краевом турнире Black Sea Cup участвовали парни и девушки в возрасте до 21 года. На соревнования собрались спортсмены из 10 регионов России, чтобы показать подготовку и мастерство в зрелищных поединках. Среди бойцов участвовали опытные и титулованные тхэхвандисты, лидеры всероссийского и международного уровня. В итоговом командном зачете команда города Сочи заняла первое место. Сочинская команда приняла участие в первенстве по кео-кусинкай карате. Мероприятие завершилось в Краснодаре. На соревнованиях состязались более 400 спортсменов. Участники боролись в разделах кумите и ката. По результатам соревнований каратисты Сочи завоевали 14 медалей, среди которых 7 первых мест. Хоккеистам Сочи пока никак не удается прервать полосу неудач. В очередном домашнем матче команда Андрея Назарова не смогла поразить ворота Салавата Юлаева, уступив в итоге 0-3. Это поражение стало для леопардов шестым к ряду в чемпионате КХЛ. До середины встречи на табло дворца спорта Большой горели нули, но затем сказалось более высокое индивидуальное мастерство у финских хоккеистов, сумевших забросить ворота Макса Третьяка три безответные шайбы, две во втором периоде и одну в заключительные 20 минут встречи. Домашнюю серию сочинца завершат в пятницу 8 октября матчем с рижским «Динамо». За ходом игры можно по традиции следить в прямом эфире на канале «Сочи-24», 22-я кнопка в кабельных сетях и на нашем сайте «Сочи-24.тв». Делитесь своими хорошими новостями в нашем инстаграм через хэштег «Только хорошие новости Сочи-24» и мы расскажем о них в нашем эфире. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидение на сервисе «Яндекс.Эфир», а также онлайн на сайте «Сочи-24.тв». За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале «Сочи-24.тв». Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационное вещание нашего телеканала продолжает выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Оставайтесь на позитиве вместе с «Сочи-24». Оранжевый хаос, в котором нечем дышать. На несколько городов бразильского штата Сан-Пауло обрушились песчаные бури. В Катандуве это явление длилось 20 минут. «Ветер был очень сильный. Он становился всё холоднее и сильнее, и начал валить деревья. На доме моей мамы сорвало спутниковую тарелку. Сдувало просто всё. Это было настоящее бедствие». В Бразилии начинается сезон дождей. По словам метеорологов, сильные порывы ветра в это время явление обычное. Они объясняют, почему на этот раз они с песком. «В этом году у нас ещё сильная засуха. Почва не защищена, поэтому ветер несёт всю эту пыль». К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Группа французских сенаторов приехала на Тайвань. И сделала она это вопреки недовольству Китая в период роста напряжённости между Пекином и Тайбэем. Глава делегации Олен Ришар – бывший министр обороны Франции при президенте Жаке Шираке. Вместе с ним ещё три сенатора – Оливье Кадик, Эльза Жозеф и Макс Брессон. Они пробудут на острове до 10 октября. У них запланированы встречи на высшем уровне, в том числе с президентом Цаин Вэнь. Визит проходит в непростое время для частично признанного государства. С пятницы силы обороны Тайваня сообщили, что в воздушное пространство острова с южной и юго-западной стороны залетело почти 150 самолётов китайских ВВС. Количество, не виданное ранее. Тайбэй называет это скрытой войной, направленной на то, чтобы измотать силы Тайваня и проверить его реакцию. «Тайвань определённо должен быть на чеку. Китай всё больше переигрывает. Мир также видел неоднократные нарушения регионального мира и давление на Тайвань со стороны Китая». Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией и не исключает возможности применения силы для объединения. Остров с демократической системой управления отделился от коммунистического Китая в 1949 году. С тех пор он постоянно живёт под угрозой вторжения. Он пользуется поддержкой США, которые осудили недавние военные действия Китая. Что касается Франции, то у неё нет дипломатических отношений с островом. Однако она несколько раз продавала Тайваню вооружение. Нобелевскую премию по физике в этом году разделят японо-американские, немецкие и итальянские учёные. Их исследования помогли понять сложные физические системы, например, климат Земли. Половину общей суммы приза в миллион 150 тысяч долларов получат Секура Манабе и Клаус Хассельман. По мнению Академии, исследования Манабе в Принстонском университете в 60-х годах заложили основу для сегодняшнего понимания климата Земли. Тем временем Хассельман разработал модели, согласно которым выбросы углекислого газа могут вызывать повышение температуры на поверхности Земли. Вторая половина премии достанется Джорджа Паризи. В 80-х годах он открыл так называемые скрытые закономерности в движении газов и жидкостей, которые на первый взгляд кажутся хаотичными. Его модель можно применить и к другим аспектам науки – от атомарного до планетарного уровня. Как и в прошлом году, из-за пандемии в Швеции не будет традиционного банкета и церемонии вручения наград. Лауреаты получат награды на родине. В прошлом году Нобелевскую премию по физике вручили за изучение чёрных дыр. А первую в истории награду в 1901 году получил Виллигельм Конрад Рентген за открытие рентгеновского излучения. 3 тысячи долларов за сутки в частной клинике для пациентов с коронавирусом. Но это не Германия или Израиль. Такие баснословные деньги вынуждены платить жители одной из беднейших стран Латинской Америки – Венесуэлы. Цифры немыслимые для страны, где в частном секторе средняя зарплата около 50 долларов в месяц, а госслужащие официально получают не более 5 долларов. Семь лет кризиса оставили государственную систему здравоохранения буквально в руинах. В больницах часто нет даже воды, не говоря уже о лекарствах и оборудовании. И в такой обстановке частные клиники берут по 80 долларов за укол. Аппарат искусственной вентиляции лёгких может стоить до 1000 долларов. И это без самого баллона с кислородом. Единственный выход для людей – собирать пожертвования, часто через социальные сети. В июле 20-летний студент Мигель начал собирать средства через Твиттер. У него заболела 62-летняя мать, а он потерял работу. Потом тоже заразился. К тому времени его расходы превысили 700 долларов. «За 4 часа в клинике, где вам просто наденут кислородную маску, вы заплатите 500 долларов. Только кислород, больше ничего. То есть ни один венесуэлиц сегодня не имеет возможности получить эффективную помощь, от которой может зависеть жизнь пациента». Согласно исследованиям, более 95% венесуэльских семей не имеют доступа к эффективной системе медицинского страхования. Во Владивосток привезли шедевры Эрмитажа. Тема коллекции – морская. Образ раковины в мировом искусстве. Самый ранний экспонат – французский кубок эпохи Возрождения. XVI век – время великих географических открытий. Европейская знать увлечённых лекционировала заморские артефакты. Украшавшие дворцы и парадные залы, они указывали на богатство и образованность своих владельцев. В частности, знания античной мифологии. «Раковины доставлялись из всевозможных колоний в районе Индийского океана. Они поставлялись в Европу, они поставлялись в Англию. Но наутилусами больше всего прославились Нидерланды и Германия». Изделия наполняли кабинеты редкостей, кунсткамеры. Немецкий кубок середины XVII века – жемчужная экспозиция. Принадлежал самому Петру I. Раковину наутилуса Помпилиуса несёт Нептун, восседающий на морском коне. Контрастные двоцветия серебра и мерцающие поверхности жемчужной раковины – характерный стиль раннего барокко. Кунсткамеру Петра Великого украшала и табакерка из тигровой цепреи. Заключённая в золотую оправу тщательно отполированная. Именно Пётр I принёс в Россию моду на табак. Вместе с ним появились и коробочки для его хранения. 32 изделия экспонируют в полутёмном пространстве зала сейфа Приморской галереи. Она расположена в здании старинного банка. Коллекцию дальневосточного музея составляют фонды Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея. Спонсор выпуска – компания «Ямагучи». Сила японского массажа и домашний фитнес. «Ямагучи» с заботой о каждом. Сила японского массажа и домашний фитнес. Настоящая любовь – легендарное ограбление. Именно так звучит слоган фильма, который телеканал «Сочи-24» приготовил для очередного вечернего кинопоказа. «Гангсталав» – это американская криминальная комедия, сценарий которой написан по реальной истории молодожёнов, которые грабили и убивали мафиози. Сценарист картины лично присутствовал на судебном процессе и уже тогда решил рассказать эту историю на экране. Это ограбление! «Вы думаете, я шучу?» Начало 90-х – Нью-Йорк. Парочка молодых влюблённых, мечтая скопить деньги на свадьбу, решает совершить серию дерзких ограблений клубов, где собираются мафиози. Их план прост. Чтобы они не натворили, мафия не будет жаловаться в полицию. Местные братаны не могут поверить своим глазам, когда их обчищают до нитки какие-то сопляки. Больше того, случайно у них похищают важную улику, которой очень интересуется ФБР. Теперь за налётчиками начинается настоящая охота. Какая развязка будет у этой авантюры, все желающие могут узнать, посмотрев фильм «Гангсталав» в этот четверг, 7 октября, на канале «Сочи-24». Начало показа в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова